iPhone XS Max. Такой долгожданный и такой странный аппарат, который с одной стороны приносит ощущение новизны и гигантский экран, а с другой стороны приносит все-таки довольно мало нового и оставляет дофига вопросов. Сегодня рассмотрим новинку, распакуем ее и посмотрим, что можно купить за эти деньги. Заставоньку. iPhone XS Max официально в России стоит от 97 до 128 тысяч рублей. И пока одни люди заливаются смехом и крутят пальцем у виска, другие уже дождались предзаказа и спокойно им пользуются. Что поделать, люди разные, приоритеты тоже и чего уж говорить о внутренних ограничениях. Даже для многих людей, которые вполне прилично зарабатывают, потратить 100 тысяч на телефон это весьма странное решение. Но и людей, готовых тратить такие деньги без задней мысли тоже очень немало. Поэтому при наличии X и XS Max нам остается лишь распаковать и испытать отличия новенькой лопаты. Это удобство, экран, камера, батарея и производительность. Тем не менее, нас очень интересует один важный вопрос. Работает ли двухсимочная версия? У нас виртуальные симки запрещены, но вот это вот китайский iPhone и в нем слот для двух физических симок. Стоит заметить, что Apple, в отличие от вообще всех компаний, реализовала двухсторонний слот для сим-карт, что выглядит очень элегантно. Но с другой стороны, на нас смотрит дополнительная резиночка для влагозащиты. Две симки работают, но не одновременно. Видимо, модем все-таки один. Так что разговаривать одновременно по двум сим-картам не получится. Впрочем, как и в большинстве подобных двухсимочных аппаратов. По-новому отображается прием сигнала. И в контактах можно выбрать, с какой сим-карты звонить. Ура! Наконец-то реальный двухсимочный iPhone. И, конечно же, он есть у нас в продаже. Ссылочка в описании. Там можно посмотреть. Итак, форм-фактор телефона вплотную приблизился к плюс-версиям. Но опыт взаимодействия с ним все же отличается за счет того же безрамочного экрана. С нижней частью все еще можно спокойно взаимодействовать одной рукой. А вот дотянуться до самой верхней иконки тот еще адок. Особенно с моими небольшими руками. Да и вообще все преимущества и недостатки айфонов плюс-версий сохранились и здесь. И именно поэтому я уверен, что самая большая версия айфонов в этом году получит и больше всего внимания. Все же это первый раз, когда айфон стал истинным фаблетом. Тем более при старых размерах. Удобно ли? А вот судите по тому, насколько вам было удобно с айфонами плюс-версий. Поскольку корпус действительно похож, что если у вас в руке такая лопата помещалась нормально, то вот этот телефон, который на самом деле совсем чуточку меньше, тем более будет нормально лежать в руке. Во всех остальных случаях советую найти способ поддержать этот телефон. И если уж вы пользуетесь чехлом, то и держите его в чехле, сразу поймете, что к чему. Экрана просто колоссально много и это дико круто. Нечем крыть. Смотреть фильмы и ютуб, играть в игры просто прекрасно. Улучшенный звук в этом только помогает, динамики действительно стали немного громче. Чуть-чуть портят впечатление только две вещи. Во-первых, монобровь при просмотре видео все еще нельзя скрыть и она все так же отвлекает. А во-вторых, несмотря на увеличение диагонали дисплея, иконок на нем больше не стало. Не добавили ни новый ряд, ни еще одну строку. Только пустого места между иконками стало больше. С другой стороны, в тех же настройках на экране видно больше пунктов. Так что большой экран это все-таки не только для игр и фильмов. Качество дисплея было невероятно хорошим, но стало еще круче. Цвета улучшили в разы просто. По сравнению с десяткой бомбические контрасты яркость, углы обзора теперь дают чуть меньшую инверсию цветов. А уж если смотреть контент в HDR, то просто челюсть отваливается. В итоге экран это одно из тех изменений, о которых практически не сказали на презентации. А вот в реале оно чувствуется прям совершенно иначе. Экран именно такой, каким и должен был быть в десятке. По крайней мере складывается такое впечатление, и за свой прошлогодний телефон реально становится просто стыдно. В чем еще изменения очевидны, так это в камере. Новый режим изменения размытости фона не сильно отличается от такого же режима в сторонних приложениях. Поэтому серьезным плюсом его вряд ли можно назвать. Практически всю разницу в фотографиях делает Smart HDR. Телефон теперь захватывает гораздо больше динамического диапазона в любых условиях. Намного лучше делает фотографии ночью, и вообще все заметно приятнее выглядит в новом HDR. В остальном качество камеры реально улучшилось за счет увеличенного сенсора и алгоритмов обработки. Фотографии получаются резче и детализирование, а цвета и оттенки кожи передаются лучше. Но, во-первых, если не сравнивать фото лоб в лоб, то заметить разницу и правда сложно. А, во-вторых, колоссальное количество людей говорит, что камера не дотягивает даже до Pixel 2, а на носу уже Pixel 3. Так что камера стала лучше, но не настолько, чтобы это было прям решающим фактором в покупке или обновлении. К тому же в 12-й iOS алгоритмы камеры в десятке настолько подкрутились, что сейчас она снимает просто потрясающе. И уж в этом аспекте за свой телефон мне точно не стыдно. Ну что ж, остается производительность и батарея. Результаты бенчмарков вы видите на экранах, разница с десяткой не особо значительная. В играх и интерфейсе с 12-й iOS разница тем более нивелируется, ведь все работает очень быстро на обоих телефонах. Но кроме улучшенного процессора и видеоускорителя, большую часть обновлений получила нейронка, которая в том числе отвечает за Face ID. Распознавание лица стало быстрее, но не сильно, процентов на 10-20, а углы обзора не улучшились. Именно поэтому Face ID это самое сильное разочарование нового айфона. Все-таки хотелось немножечко что-нибудь улучшенное. Наверное, приберегли на следующую презентацию. Батареи стало побольше, но не сильно. Держит она на полтора часа больше десятки, впрочем, это все же чувствуется. Ну и, конечно, не забудем про цвет. Он теперь не настолько женский и совсем не тот золотой, что 8+. Просто такой лакшери золотой, в котором насыщенная только металлическая рамка. Кстати, о лакшери. Если хотите получить такой статус абсолютно бесплатно, то бегом заглядывайте в описание, ведь этот 10S Max крутой, красивый, мы разыгрываем. И правила участия в конкурсе максимально простые. Достаточно всего лишь внимательно прочитать описание, и там ничего сложного нет. Так что дерзайте. Окей, в итоге мы получили реально неплохое улучшение, но, во-первых, переходить на этот телефон с десятки, это весьма спорное решение. А во-вторых, цена. Наш айфон нам достался за сумму в более 100 тысяч рублей, а официальная стоимость достигает 128 тысяч. Посмотрим, что же мы можем купить на эти деньги из техники вместо 10S Max. Например, айфон 8 и быструю зарядку к нему, а также AirPods и новые Apple Watch. Или Galaxy S9 и Note 9. Например, 5 Покафонов. 5! Или даже MacBook Pro на 13 дюймов 2018 года. В конце концов, и шикарный последний iMac на 27 дюймов. А теперь зададимся вопросом, как мы пришли к тому, что телефоны и компьютеры стали стоить практически одинаково. Ведь если телефон, по большому счету, все равно остается игрушкой с несколькими возможностями сверху, то на компьютере до сих пор решается большинство серьезных задач. В том числе, например, монтировалось это видео. И да, телефон и правда просто прекрасный, отличный, влюбляет в себя с первого взгляда. Но что будет через несколько лет? Стоимость смартфона флагманского будет равняться стоимости средней иномарки? К тому же, даже несмотря на такую дикую цену, Apple все равно продолжает выкачивать из вас деньги. Из комплекта убрали переходник с аудиоджека на Lightning. Кабель в комплекте невозможно подсоединить к новым MacBook'ам. А чтобы иметь быструю зарядку, вам придется купить отдельный блок питания. И вот это в 2018 году уже просто позорно. Наверняка в следующем году преподнесут как инновацию. Но если уж вас это совсем не останавливает от дикого желания взять себе iPhone XS Max, то глубочайше советую ждать хотя бы месяц всего релиза, пока немного упадут цены. И уже тогда решать, готовы вы обновляться на такой, прямо скажем, недешевый телефон или нет. А если вы не хотите тратиться настолько сильно, рекомендую дождаться iPhone XR, который будет уже через месяц и который мы тоже обязательно распакуем, повертим в руках, расскажем все, что сможем рассказать. А если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, конечно же. Оставляйте комментарии об этой лакшери лопате. И скоро увидимся. Всем сфок. Субтитры сделал DimaTorzok